Почему он не отвечает? Что-то произошло. Я слышала взрыв. О, Всевышний, спаси моего сына. Только не отнимай его у меня. Не переживайте. Наверное, у него нет возможности ответить. Сейчас, мы почти доехали. Бог ты мой! Как быстро они узнали! Госпожа Гоноль, как это случилось? Ребята, прошу вас, сейчас время. Дайте пройти. Расскажите нам. Оставьте её в покое. Разойдитесь. Вы близкий человек этой семьи? Да, я близкий человек. Где находится Толга Каранлы? Не знаю. Кто-нибудь знает или нет? Толга! Госпожа Гоноль! Сынок, Толга! Маленький мой. Мама рядом. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Доктор, с ним всё будет хорошо, правда? Он же единственный мой. Свет моих очей. Мой сын жив, доктор. Скажите мне правду. Госпожа. Хорошо, хорошо, госпожа Гоноль. Я хочу к сыну. Пустите меня, Толга. Госпожа Гоноль. После операции врачи вам всё объяснят. А пока прошу сохранять спокойствие. Хорошо, хорошо. Будь ты проклят. Почему тебя с ним не было? Разве не ты должен быть за рулём? Не дай бог, с ним что-нибудь случится. Ты ответишь мне за это, ясно? Не дай бог, Толге станет хуже. Я тебя никогда не прощу. Госпожа Гоноль. Госпожа Гоноль. Доктор, нам нужна сестра. Помогите. Помогите. Я помогу. Отойдите. Прошу вас, позвольте мне, я сам. Прошу вас, Толга. Толга. Прошу вас, Толга. Я не хотел. Не думал, что так получится. Да, я хотел сделать тебе больно, но не так. Я сделаю всё, чтобы спасти Толгу. Я даже готов отдать свою жизнь. Что ты здесь делаешь? Держись от нас подальше. Оставь моего сына. Выслушайте меня, пожалуйста. Если хотите, я уйду, но сначала выслушайте меня. Толга мой брат. То есть, он мне как брат. Я очень сожалею о случившемся. Ради него я готов сделать всё, что в моих силах. Где Толга? Где Толга? Толга. Оставь моего сына. Толга? Немного. Да. Оставь моего сына. Госпожа Гунуль, ваш сын повредил гортань, в результате чего у него зажаты голосовые связки. Мы сделали все, что было в наших силах, но, увы. Голосовые связки? То есть, он теперь не сможет петь? Это убьет его доктор. Прошу вас, сделайте что-нибудь. Конечно, пока рано что-то говорить. Всему нужно время, терапия и так далее. Бог ты мой. Что с нами происходит? Можно мне к нему? Ненадолго. Пойдемте, медсестры вас подготовят. Сестра! Кто это может быть? Открой дверь! Откройте, говорю! Открой, пока я не вломился силой! Куркот? Сынок, что с тобой? Что за вид? Ты выпил? Зачем столько пить? Давай, пойдем. Пошли. Садись сюда, присядь. Осторожней. Я должен найти Джейлан. Никто не хочет мне помочь. Прошу вас, скажите, где она? Где Джейлан? Сынок, зачем ты себя так мучаешь? Зачем? Скажи. Если бы я был твоим сыном, ты бы сказала. Потому что ты... Ты готова на все ради своего сына. Помоги и мне. Сделай доброе дело. Я же тоже твой сын. Прояви материнскую заботу хоть раз. Стань моей матерью хоть на мгновение. Не грусти. Успокойся. Пойдем со мной. Я сварю тебе кофе. Вставай. Придешь в себя. Ты знаешь, где Джейлан? Знаешь, но не говоришь. Защищаешь своего сына. Я... Я смирился со всем. Привык жить без матери. В нищете. На волосок от смерти. У меня была только она. Джейлан. Моя единственная надежда. Я хотел жить ради нее. Хотел найти мать. И зажить одной большой семьей. Но теперь ее нет. Джейлан со мной нет. Мне больше нечего ждать от жизни. В этот раз все действительно кончено. У тебя пошла кровь. Что ты с собой делаешь, сынок? Пойдем. Пойдем в гостиную. Вставай. Вставай. Осторожней. Давай. Осторожней. Пойдем. 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 КОНЕЦ Я очень хорошо понимаю тебя. Я тоже буду искать своего ребенка, так же, как ты ищешь свою мать. Я бы не вынесла этого, если бы не долго. Я бы покончила с собой. Я очень хорошо понимаю твою душевную боль, твое отчаяние, но не могу сказать, где находится наш загородный дом. Сын, прости меня, я не могу предать сына, прости. КОНЕЦ Мама. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ